Планета Дзюдо 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 И как такового альтруизма или спонсоров в Израиле на спорт очень слабо, очень не принято. В Израиле, как вы знаете, альтруизм в сторону армии, медицины и так далее. Там у нас идет аспорт, так немножко хромает. Основной двигатель процесса развития самбо в Израиле, он основан на репатриантах из бывшего Советского Союза. Или все-таки сегодня уже появляются новые специалисты внутри самого Израиля, или там приехавшие специалисты из европейских стран, из Америки где-то. Основа такой, костяк. Смотрите, база была построена, понятно, выходцами из бывшего Советского Союза, и в 76-м году федерация была открыта выходцами из Советского Союза и Йоси Ройтманом таким, но на сегодняшний день я не могу сказать, что она базируется на тренерах выходцев, выходцев из бывших стран Советского Союза. Это даже можно уже сказать, что есть больше тренеров израильтян, коренных израильтян, которые культивируют самбо в Израиле. На данный момент мы провели несколько курсов, инструкторов, тренеров по самбо вместе с Институтом физкультуры израильским. И большинство тренировок израильтяне. То же самое можно сказать и про спортсменов наших. В принципе у многих русские имена, но ребята, которые поднимаются с русскими фамилиями и именами на спине, они уже многие не говорят просто по-русски. Как сейчас вот это, то есть сейчас меньше уже вот таких приезд специалистов в Израиль из стран бывшего Советского Союза, как было это раньше, допустим там в 70-х, в 90-х годах, ну такая самая большая, наверное, больше приток специалистов было самбо в 90-х годах и также спортсменов. Или все-таки появляются такие вот интересные специалисты, которые приезжают в Израиль? Появляются, но очень тяжело удержаться в нашем виде спорта, вообще тренерам в спорте, потому что спорт в Израиле базируется на самоокупаемости. И чтобы как-то развивать спорт и работать со спортсменом высших достижений, до этого тренер стоит 4-5 часов и работает с малышами, чтобы заработать пару копеек, чтобы у него осталось еще что-то на жизнь, чтобы можно было и поработать со спортсменом высших достижений. Поэтому многие тяжело с языком, тяжело вклиниться, нужно найти место и в основном все построено на частных клубах. Если кто-то где-то зацепился и поначалу проработал как хобби, да, а если основная работа и поначалу где-то зацепился как хобби, или, может быть, где-то остаются тренера. Но очень тяжело зацепиться. А как по поводу, ну, в кавычках, так называем, легионеров, то есть спортсменов, которые приезжают, также репетрируются в Израиль, самбисты? Ну, я знаю, допустим, одну из таких идей, это Макабиада, да, которая проводит такой крупный форум и потом предлагает спортсменам оставаться. Как вот на этот счет? То есть остаются ли спортсмены? Ну, во-первых, по поводу Макабиады мы знаем, что пока самбо не входит в состав игр Макабиады. Мы над этим работаем и надеемся, что в следующих играх уже будет включено самбо. Мы собрали письма из 16-17 стран, которые готовы культивировать и присылать команды на эти игры. И мы надеемся, что вот в ближайший год мы закроем, сможем включить самбо в программу Макабиады. По поводу легионеров, их практически нет. Единственный легионер, который действительно вот у нас сейчас, как говорят, получили подарок, переехал на постоянное место жительства такой Симин Йосиф, член сборной России в прошлом. Ну, сейчас как бы получил крепление сборной России и будет выступать на этом чемпионате Европы за сборную Израиля. Это его первый год по взрослым, но он уже как бы будет выступать и, надеюсь, проявит себя пока в себе. А так, на данный момент у нас практически нет легионеров, строим самбистов с нуля. И в основном все ребята, которые сегодня боролись, боролись достойно. В основном все построены с нуля самбисты, которые выросли у нас. И поэтому как бы мы гордимся нашими самбистами, нашей работой. И сегодняшним днем, у нас два финала на сегодняшний день, одно третье место, еще четверо ребят боролись за тройки. Так, и очень плотненько. И мы гордимся нашими достижениями, надеемся, что в следующие дни нам принесут еще результаты. Павел, вот Вы сказали по поводу курсов, образования вообще в области тренерской деятельности, педагогики. Вообще, как обстоят дела с академическим образованием именно в области специалистов по самбо? Институт Ленгейта, Институт физической культуры. Но как именно, не как курсы, а как именно с точки зрения академического образования, как обстоит дела сейчас? У нас вообще в плане тренерской работы положение с академией очень тяжелое, напряженное, скажем так. У нас, чтобы быть тренером, не нужно заканчивать высшее образование, достаточно закончить курсы инструкторов. И тогда до определенного возраста ты можешь преподавать в кружках. Если ты закончил курс тренеров, ты уже в определенном возрасте и дальше. И чтобы тренировать сборную, ты должен закончить курсы тренеров высшей категории. Опять же, речь идет не о каких-то там месячных курсах, а речь идет, скажем, курс тренировок, это 2-годичный курс. Люди очень полные курсы анатомии, физиологии. В принципе, все. Единственное, что нет высшего образования, нет всех дополнительных курсов общего образования и так далее. В принципе, я, имея аттестат тренера и тренера высшей категории, просто когда учился в институте, мне засчитали, в принципе, все курсы, которые я отучился на тренерской диплом. Половину, в принципе, все мое обучение академическое, мы засчитали, в принципе, за счет курсов. Потому что на курсах мы учим полные курсы анатомии, физиологии и так далее. То есть это серьезные курсы, не месячные такие. Курс тренировочной категории – это 2 года учебы, 2 года обучения. Ну, с другой стороны, сейчас была такая у нас возможность изменить закон о спорте с новым правительством. Ну, как вы знаете, у нас сейчас опять правительство, там снова перевыборы. Мы надеемся, что это как бы вернется на свои места и продолжится движение в правильную сторону. Должны были у нас принять закон, обновить закон о спорте, в котором должны были объявить 4 уровня тренерского образования. И что последний уровень, как бы, должен был быть, в принципе, академическое образование. То есть там уже тренера, которые работают сборными, тренера, которые работают уже на серьезном международном уровне, должны были заканчивать уже высшее образование. Развиваются разные виды борьбы в Израиле, я знаю, ну, основной такой близкий, ближайший соратник самбо, как всем известно, дзюдо – вольная борьба греко-римская. Как вообще обстоят дела по взаимодействию федераций с точки зрения обмен опытом, обмен какими-то техническими арсеналами? Конкуренция, она такая мягкая или жесткая? Вы наступили на больную мозоль такую. Конкуренция очень жесткая, очень сильная. Со стороны дзюдо – это просто какой-то такой панический страх, что самбо в Израиле занимает какие-то такие уже серьезные позиции, и находится и на телевидении, и на радио, и в газетах, и уже проявляет себя, и результаты показывает. И происходит очень жесткая конкуренция, с которой, с одной стороны, я как бы очень согласен с этим, четкое разделение. Если спортсмен борется по самбо, он под дзюдо. Но в чем жесткая конкуренция? Его сразу дисквалифицируют, без предупреждений, не дай бог кто-то сделал ошибку, шаг вправо, шаг влево, как говорится, расстрел. Это даже на детском уровне? Даже на юношеском уровне, да. Поэтому, с одной стороны, нам это хорошо. У нас происходит действительно четкое разделение, самбисты – они самбисты, тренируются по самбо, готовятся по самбо, строят цели, планы и так далее. Единственное, понятно, что все наши самбисты хотят и видят во снах, как они будут выступать на Олимпийских играх. И мы надеемся, что самбо каким-нибудь образом пробьется на Олимпийские игры. Первый шаг уже сделан, что нас включили в Олимпийскую семью и приняли в Олимпийскую семью как постоянного члена. Надеемся, что дальше мы будем развиваться и все-таки как-то попадем на Олимпийские игры. Потому что на сегодняшний день одно из самых значимых событий в мире спорта – это Олимпийские игры. Каждому хочется принести самую серьезную, самую значимую медаль. Конечно. Бесспорно, что сейчас, как ни крути, но все равно взаимодействие политиков и взаимодействие спорта, в частности, в странах, внутри страны, оно имеет огромное значение. Вы об этом сказали. Согласен. Как относятся политические верха к тому или иному виду спорта, какие взаимоотношения оно влияет на развитие спорта. Есть ли такие явные поклонники, зрители, так сказать, из политического круга Израиля, которые интересуются, которые как-то болеют. Может быть, их дети занимаются самбо, которые бы лоббировали какие-то интересы самбо. Не то, что лоббировали с точки зрения унижения других прав, а просто как дополнение. Я хочу и вам и телезрителям просто объяснить, в Израиле дзюдо это один из самых популярных видов спорта вообще в Израиле. После футбола, баскетбола, дальше это дзюдо. В моем городе, где я живу, что считается, в Израиле большой город, но 350 тысяч жителей, находится 37 клубов дзюдо. В таком маленьком городке 37 клубов дзюдо. Это какой город? Дзюдо очень популярный вид спорта. И поэтому очень тяжело где-то еще вклиниваться с видом, более-менее похожим, более-менее культурированным. В общем, тоже борьбу. И я думаю, что из-за этого не хочу никого обижать, но мне кажется, из-за этого и игольная и классическая борьба у нас находится на, ну, можно так мягко сказать, на невысоком уровне. И опять же, пользуются именно дзюдо. В основном легионерами набирать и собирать на эти виды очень тяжело. У самбо лучше положение, конечно, даже чем в бутбольной, чем в классической борьбе. В плане спортсменов по количеству, то есть официальные данные, по количеству спортсменов, участников, участвующих в самбо, по количеству клубов, культивирующих самбо. Мы вышли на вторые позиции после дзюдо. А с точки зрения поддержки от политиков? С точки зрения поддержки политиков, опять же, как я сказал, спорт мало кого интересует в Израиле. Оно возрастает с каждым годом, растет и все. Мы говорим, что спорт – это все-таки физическая культура, а физическая культура – это все-таки здоровье. Мы все это понимаем. И вот как раз только позавчера был у нас такой конгресс всех обществ. Мы об этом обсуждали, что, с одной стороны, все прекрасно понимают, что спорт – это очень важная деталь в развитии молодежи, воспитании молодежи и в физическом, и в общеобразовательном. И отдаляет молодежь от наркотиков, и от алкоголя, и от бандитизма. Все это прекрасно понимают, но только на разговорах. Когда заходит дело политики, то есть всегда находятся какие-то более важные дела, чем спорт. То есть, если взять, просто стыдно объявить эту сумму, позавчера мы на конгрессе обсуждали, бюджет всего спорта в Израиле – это 280 миллионов шекелей. 280 миллионов шекелей, что из них половина – это футбол. Что тогда остается на личные виды спорта? Футбол, баскетбол – это уже 60-70% бюджета ушло, остается копейки. Поэтому в последнее время есть движение в политике. Люди понимают и люди стараются нам помочь. И я могу сказать, что нам очень сильно помогает федерация «Самбу» Константин Развозов. В прошлом дзюдоист, спортсмен сборной Израиля, трехкратный серебряный призер Европы, чемпион Европы в командном первенстве. Он очень заинтересовался нашим видом спорта и помогает очень сильно. Скажу вам честно, очень сильно нам помог проведение чемпионата мира пляжного. Очень сильно нам помог продвинуть наш вид спорта. И если телезрители следили за нашим чемпионатом, то видели, что трибуны были полны. Мы построили стадион на пляже на тысячу посадочных мест, который был забит до последнего места. И еще снаружи, вокруг забора, на наше счастье мы поставили огромный экран, что люди за забором просто сели и сидели на трибунах, на траве и смотрели чемпионат. Все были очень довольны, болели. И было около 2,5-3 тысяч зрителей на самом чемпионате. Поэтому, мне кажется, это хороший показатель того, что все-таки люди интересуются. Спорт интересный и зрелищный. И завлекает, по-моему, народ. Вы сейчас сказали о чемпионате мира по пляжному самбо. Это одно из веток направления развития самбо, в том числе и одно из таких восклицательных знаков для того, чтобы самбо включили в олимпийскую программу. Потому что на сегодняшний день из пляжных видов спорта, так назовем, единоборств, вообще не представлено. Я разговаривал с исполнительным директором Международной федерации самбо Сергеем Денисов-Табаковым. Он сказал, как раз-таки тоже подтвердил, что пляжное самбо – это вот одна из ветвей, которая может быть конкурировать. Как прошел чемпионат? Ваши впечатления? Ну, с точки зрения меня, скажу так, что Израиль – это просто место, где пляжное самбо просто… То есть, вообще, там… Сам Бог велел там быть. Вот. И погода, и пляжи, и все-все-все. На Ваш взгляд, вообще, потенциал пляжного самбо? И как прошел чемпионат? Ну, скажу Вам, как сказали, в Израиле тяжело проводить чемпионат. Очень жарко, поэтому провели чемпионат вечером, в вечернее время, когда уже немножко спала жара, и песок много стыд, потому что днем проводить – это просто невозможно, тем более в летние месяцы в нашей стране. Чемпионат прошел на ура, можно сказать. Опять же, прошел на ура и со стороны зрителей, и со стороны зрителей, которые пришли смотреть на наш вид спорта, популяризации нашего вида спорта. И, в принципе, все политические деятели, министерства, министры спорта, туризма все присутствовали на нашем чемпионате и получили огромное удовольствие. Получили огромное удовольствие. Было организовать тяжело, потому что финансирование, опять же, было слабенько и приходилось большую часть делать своими силами, использовать на наших ребят, сборников, спортсменов. Все были заняты так. Но мне кажется, мне лично было очень интересно проводить этот чемпионат и попытаться сделать что-то такое, что-то более новое. и мне кажется, что для популяризации этого вида спорта очень важно было сделать из этого интересное шоу. Да, понятно, спортсмены борются, это настоящая борьба и все, но для зрителей это должно быть было что-то более красочное, более интересное, более завлекательное. и люди так себя почувствовали на нашем чемпионате. Да, с музыкой, между схватками мы вставляли и лазерное шоу, и... мне кажется, было интересно. перспектива дальнейшего проведения таких крупных стартов рассматривалась? У нас в Израиле? Да. Ну, насколько я понял, я не присутствовал на собрании исполнительного комитета Европейской Федерации вчера, я прилетел только ночью, и было принято решение, что чемпионат Европы по кадетам, молодежи и взрослым будет проведен в 2023 году в Израиле. Ну, как бы для нас это очень значимое такое событие, важное событие, опять же для популяризации нашего вида спорта. Как я вам сказал, на пляжном чемпионате она вышла в директор Министерства спорта и сказала, я вот честно, мне когда сказали самбо, профинансировать, еще и пляжное, после того, что я здесь увидел, уровень борьбы, уровень организации, уровень всего, как к этому все относятся здесь, как работают специалисты здесь, как к телевизору. Он говорит, самбо выходит у меня на первые места. Самбо выходит на первые места. И вот мы после чемпионата Европы назначены две встречи в Министерстве по поводу развития нашего вида. Я надеюсь, что это даст нам такой толчок продвижения нашего вида в стране. Павел, как развита сейчас сеть вообще клубов самбо в Израиле? Вообще весь Израиль покрыт? Или все-таки какие-то есть регионы, где есть, а где есть вообще ничего нет? На сегодняшний день у нас есть самбо от Эйлата, от самого южного города и до самого севера. То есть у нас есть в Хайфе, в Камене. Я не могу сказать, что я доволен на сегодняшний момент, как у нас развивается самбо. Я так думаю, могли бы мы немножко больше. Многие клубы базируются на клубах дзюдо, но параллельно я участвую в самбо и тренируются по самбо и участвуют в самбо. Но это клубы дзюдо в основном. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие пару лет мы сможем изменить эту обстановку и увеличить количество клубов за счет того, что опять же мы ввели курсы, и тестируем сейчас и инструкторов, и тренеров. И пытаемся помочь и тренерам на местах тоже открыть клубы, начать, помочь именно стартануть место, чтобы закрутилось колесо. Надеемся, у нас получится. Еще буквально пару вопросов, которые, мне кажется, будут интересны. Привлекаете ли вы международных специалистов, в области самбо, спортсменов, тренеров, для мастер-классов? Однозначно. И, допустим, кто в последнее время был? Как это происходит? Смотрите, однозначно. В последнем году у нас работала, приезжала и проводила мастер-классы. три специалиста. Два специалиста с России. Последний это был Александр Шаров у нас был. Проводил очень хороший семинар, очень хорошую недельку. Мы провели великолепный тренировок. Приезжал к нам ГРЛ с Румынии, который провел нам тоже великолепный семинар. Мы привлекаем, да, за рубежа специалистов, чтобы поднять уровень не только наших тренировок, но и спортсменов тоже. Часто ли сами выезжаете на такие семинары по миру, там, в Европу? На семинары меньше. Мы, опять же, все заключают в нашем бюджете. Но мы стараемся выезжать как можно больше на сборы, спортивные сборы, подготовительные сборы. И планируем год, стараемся планировать год как профессиональную подготовку. То есть, включая сборы, тренировочные сборы, подготовительные. Хотелось бы от вас услышать, ну, кто-то смотрит, кто-то уже практикует самбо, кто-то еще нет. Вот какие-то такие слова, которые могли бы, ну, еще больше замотивировать людей заниматься самбо. Не как только спортом высоких достижений, но так же, как и средством физической культуры. Что бы вы могли сказать тем, родителям, может, кто-то увидит это видео, там, ребятам, может быть, взрослым, кто просто, вот, как вы говорите, проходил мимо батьяма, мимо чемпионата по пляжному миру, по пляжному самбо. Заходите в наш дом. Я вам скажу, я скажу одним предложением. У нас на стене, в нашем зале написано огромный такой плакат, да, написано «Самбо – это дорога жизни». И этим предложением он включает все, это и физическое развитие, это и развитие психологическое, ментальное, и воспитание ребенка. И поэтому, мне кажется, в нем столько вложено философии, да, может быть, то еще советской философии, но мне кажется, есть очень много хорошего в той советской философии, правильного, да, в воспитании детей. И мы вносим свои какие-то коррективы, да, и, мне кажется, это один из тех видов, которые могут помочь ребенку и спортсмену, человеку продвижению своих жизненных идеалов и жизненных целей. Я бы своего ребенка отдал на самбо. У меня родился шесть недель назад сын, и я постараюсь, чтобы он тренировался в самбо. Дальше он, я надеюсь, что он выберет самбо, я ему дам выбрать, но я его буду подталкивать к этому виду спорта. Павел, спасибо большое за такое открытое доброе интервью о самбо в Израиле. Я, со своей стороны, хочу пожелать израильскому самбо дальнейшего развития, не стоять на месте, в принципе, все предпосылки к этому есть, в особенности, как я сказал, пляжное самбо. Ну, а тем, кто думает только прийти в самбо, я хочу сказать тоже попробовать всегда можно. заходите в клубы самбо по всему Израилю. Мы дадим ссылку на это видео, контакты Павла, если он разрешит, федерации самбо Израиля. Звоните, выясняйте. Физическая культура через самбо – это всегда хорошо. Спасибо, Павел. Спасибо. До новых встреч. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok